Итак, канал Трилобит Видео с вами. Мы продолжаем прогулки по Александровскому саду. Вот мы отходим от Троицкой башни и идем в сторону Вечного Огня. И впереди мы увидим сооружение, которое называется Итальянский грот, или просто грот, его сейчас так называют. Вот. Известен также как грот под названием Руина или Павильон Руина Грот. Вот. Это сооружение в Александровском саду. Оно находится у стен Московского Кремля. И, если мне не изменяет память, был некто Осип Баве в 1820-х, 1823-х годах. Он вот такой проект предложил. И, соответственно, сейчас этот грот Руины, он считается памятником такой вот садово-парковой архитектуры. Мы его посмотрим. Ну, кстати говоря, вот этот грот, он вообще говоря был врезан в укрепительный холм подножья Средней Арсенальной Башни Московского Кремля. И считался как часть Бастиона, или Больверка, как еще называли в те времена. И это вообще была конструкция насыпана в рамках подготовки Кремля к обороне от шведского нападения в ходе Северной войны. Да. Вот так вот. Слушайте, а там кто-то есть. Кто-то двигается. Видите темную фигуру? Интересно. Некромант. Нарушитель. Интересно. Проход закрыт. Ведется наблюдение. И кто-то что-то в гроте делает. Так. Оригинальный. Чернокнижник в гроте. Так-так. Чего только не увидишь на Красной площади в конце рабочего дня. Кстати, вот так его не видно. Но он же там есть. Посторонняя фигура. Что она делает? Селфи. Магические пазы. Смотрим. Странно. У нас канал чисто развлекательный. Такой информационный. Никакого. О. Запретного контента нет. Отлично. Хана. Все супер. Все классно. Чернокнижник спрятался за колонну. Чтобы его было не видно. Так. Во. Охана пошла. В сторону выхода к историческому музею. Так. Отлично просто. Почетный караул. Шикарный вид. Просто супер. Так. Окей. Переключимся на грот. Чернокнижник вышел. Так. Обошли. Заграждение. О. Если кто-то узнал себя, знакомого друга, передаем привет. Так. Миссия выполнена. Все. Они ушли. Шикарно просто. Про монумент я расскажу чуть позже. Если еще не рассказывал. Так. У нас почетный караул все уже ушел, сменился. Но ничего страшного. Ага. Еще идет. Сейчас идет. Мы идем за ним. Мы идем за ним. Это аллея городов-героев. Здесь, по-моему, было около 32 названий. Городов, которые принимали активное участие во время Великой Отечественной войны. С 41-45-х годов прошлого столетия. Так. Успели. За качество видео, извиняюсь. Рука немного устала уже. Рука немного устала. Рука немного устала. Молодцы. 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 Кутафья башня. Охрана, возводящий и почетный караул. Канал Мир вокруг Велобира. Остаемся с нами. Попала. От караульных. Кому? За что? Я жла впереди. Вечный огонь. В стенке Кремля. А вообще да, сегодня оригинально случилась прогулка по Александровскому саду. Может быть я не все рассказал, не все показал. Качество, конечно, извиняюсь, походное, потому что некоторые события я не планировал снимать. Вот. Ставьте дизлайки, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, наделитесь. Вот. Ну, а абсолютно еще интересное, покажем в стиме. Красная площадь, февраль 2018 год. Канал Мир вокруг Велобита. Подписываемся. Всем привет. И мы с вами не прощаемся. Оставайтесь с нами. Итак, сейчас мы с вами можем наблюдать так называемую угловую арсенальную башню. Это одна из самых мощных башен Московского Кремля. Ну, я не буду говорить, что это самая мощная башня. Вот. Хотя, в принципе, по-моему, считается, что да, она такая самая основательная. И в свое время она завершала оборонную линию кремлевских стен со стороны Красной площади. Ну, и когда еще была река Неглинная, то вот с этой башней можно было контролировать переправу через речку Неглинку. Возведена была эта башня в 1492 году. Если я правильно помню, могу забыть. Ничего страшного. Мы с вами сегодня гуляем. Вот. И я сейчас не в библиотеке, поэтому что-то могу перепутать. Так что, еще что, извиняюсь. и возвел арсенальную башню Зочи Пьетро Антонио Салари. Вот. И есть такое, ну, есть такие сведения, что когда эта башня была построена, то она именовалась Собакина башня, поскольку самый ближайший к ней двор, это был боярский двор помещик Собакина. Вот. Ну, про здание исторического музея, которое слева от нас вот уже красуется не первую секунду, я, с вашего позволения, в этом ролике рассказывать не буду, поскольку это должна быть отдельная такая экскурсия по этому зданию. А вот впереди мы видим справа, там вдалеке Никольскую башню. Это одна из башен Московского Кремля, которая выходит на Красную площадь. И, кстати говоря, в этой башне расположены такие архитектурные памятники, как, например, Никольские ворота. Кстати говоря, здесь в одно, ну, какое-то время здесь вот должна была располагаться Никольская улица, и, по идее, вот как раз таки она начиналась прямо от Никольских ворот, то есть, от Никольской башни. вот здесь можно добавить то, что Никольскую башню построил также Пьетро Антонио Солари, да, то есть, тот же сам архитектор, что строил угловую арсенальную башню, и башня называется Никольской, поскольку на одном из ее фасадов, если я точно помню, на восточном, кажется, должна быть размещена икона святого Николая Чудотворца, да, вот поэтому башня называется Никольской. Ну, наша экскурсия такая подошла к концу, вот мы уже видим Красную площадь во всей ее красе, ее февральские виды ГУМ, Каток, вот, и пользуясь случаем хочу передать привет всем зрителям, также каналу Namechester, который является нашим таким подписчиком. Подписываемся, ставим лайки, канал Трилобит Видео, всем привет, пока!